Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами, идя по дороге жизни, вычерпываем все уроки, которые оказываются нам на пути, как возможности. Поэтому все, что происходило в жизни Давида, мы с вами уже туда заглянули, мы там просматриваем его мысли, его мотивы, его поиск решения. Там, где Бог перекрыл все дороги, найти решение правильное не получится, кроме того, как воззвать к самому Богу и сказать Господь, что делать. Но когда человек прячется от Бога, то он не идет к нему с этим вопросом, он решается сам какие-то моменты для себя, предпринять все, что в его ресурсе сегодня, как власть, как возможность. И, конечно, он это пытается сделать с Урией, потому что ему надо было скрыть свой грех. Не получилось. Урия не пошел, пытался его напоить. Урия остался трезвым до такой степени, чтобы оставить свою клятву в действии. Потому что для народа израильского клятва очень большое значение имеет. И если клятва нарушена, то таким образом придется встать под проклятие. Потому что человек, который дает клятву и нарушает, он тем самым открывает проклятию в свою жизнь дорогу. И поэтому они очень серьезно к этому относились. Что касается решения Давида. Поутру Давид написал письмо Кааву и послал его с Урией. Очень ход интересный, опасный, потому что он с Урией посылает письмо, которое приговором является для Урии. А рассчитывает, опять же, на его честность. Что он письмо не вскроет. Он его отнесет Кааву, своему военачальнику, как послание от царя. И вот на это рассчитывает. Вы знаете, тут в таких нюансах, которые мы сейчас разбираемся, раскрыто. То, что это природа Давида. Давиду это не присуще, по большому счету. Он сюда попал в ловушку, и поэтому сейчас использует все человеческие ресурсы, которые у него есть, чтобы выйти из нее. И поэтому он пытается сделать то, что он делает. В письме он написал так. Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Зная преданность и зная мужество этого человека, Давид, по сути, уничтожает сейчас его природу, но бьет против себя. Потому что каждый раз, когда применяется какое-то действие против человека, мы не всегда понимаем, что Бог за этим стоит, и нам кажется, что человек этот подчиненный мне, поэтому я могу с ним делать, что хочу. На самом деле у Бога очень все важно, очень все требовательно, очень все имеет последствия. Поэтому в данном случае Давид на самом деле творит преступление сейчас. И в этом преступлении Бога нет. В этом преступлении Давид неестественен для себя. И ему, естественно, уже противно от того, что он делает, но он думает, что этим он еще как-то может выйти из положения. На самом деле это как-то обернется потом ему и раскаянием, и пониманием сути вещей. Но это со временем. А сейчас пока действие осуществляется. Поэтому посмотрите, даже если за нашим кадром, за нашего понимания что-то через нас происходит, нас могут использовать, но Господь на троне, Он царствует. И если нам кажется, что что-то сделано будет бесповоротно, то все равно Бог на троне. Все равно Он знает, что происходит и почему это происходит. Я желаю, друзья, чтобы мы с вами сегодня, понимая суть вещей, не проходили мимо размышлений о главном, о своем сердце. Делаю ли я что-то, в чем нет совета Божьего? Делаю ли я что-то, за что мне завтра будет стыдно? Если есть такие вещи, то как можно быстрее надо остановиться, как можно быстрее воззвать к Богу и сказать, Господи, что же мне делать? И ответ придет. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем к Тебе обращаться сейчас за помощью, за благословением, за открытыми небесами и принимаем их открытыми над собой, потому что мы не хотим быть предоставленными сами себе или делать что-то, что нас сделает мишенью для врага завтра. Я благодарю Тебя, что Ты не просто слышишь, Ты отвечаешь, Ты работаешь и творишь с нами свою волю. Хвала Тебя за это, поэтому избавь нас от последствий, неправильных принятых раньше решений. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»